На этом уроке мы с вами без Раташем поговорим немножко о звездах. И урок этот посвящается Почему такая тема и какое это отношение имеет к времени сейчас? Наверное, многие из вас слышали, даже те, кто не живут в Америке, что у нас в Америке ожидается очень необычная, редкая очень ситуация Через несколько дней будет в конце Эллула будет солнечное затмение, которое будет видно через всю Америку. Луна всегда двигается по сравнению с нами с запада на восток, поэтому получается, что солнечное затмение будет всегда проходить по штатам, с западных штатах до восточных штатах. Так вот, она пройдет через всю Америку, в этот раз она двигается с более северного места, по диагонали вниз, на юг, как бы, то есть, получается, она двигается в течение примерно часа с севера-запада на юго-восток. Но бывает, что наоборот, там через сколько-то лет будет другое солнечное затмение, которое будет, наоборот, двигаться с юга-запада на северо-восток. Это уже зависит от того, в каком месте точно Луна. Ведь Луна двигается вокруг Земли не в той же плоскости, что и Земля вокруг Солнца. Поэтому так редко солнечное затмение, что хотя у нас каждый месяц Рош-Ходэш, то есть, каждый месяц Луна практически не видна, и она находится в том же месте, где Солнце, примерно в том же направлении, но это примерно, не точно. То есть, Луну не видно, потому что освещаемая часть Луны такая маленькая, которую можно было бы видеть с Земли, что фактически без специальных приборов его не увидишь. По некоторым интерпретациям Талмуда, Роша-Шаны, нужно, чтобы прошло 24 часа после Мойлода, чтобы была видна Луна. На практике иногда можно невооруженным глазом увидеть Луну чуть-чуть раньше, но во всяком случае, то, что Луну не видно, не значит, что она в точности в направлении Солнца находится. Достаточно, чтобы она была примерно в направлении Солнца, и тогда освещенная часть Луны невооруженным глазом с Земли не увидишь. Поэтому каждый месяц у нас Луна примерно в направлении Солнца. Но изредка, раз в много лет, Луна попадает в точности в том месте, где находится Солнце. И тогда у нас происходит солнечное затмение, то есть тень от Луны на Земле прямо вот в каких-то местах видно. Это обычно довольно-таки не широкое место, то есть полное затмение будет только в определенных местах, и только длится пару минут или что-то такое. То есть это очень быстро проходит тень в этом месте и идет дальше. В всяком случае, во многих штатах Америки можно будет видеть полное солнечное затмение, несколько минут, парочку минут или что-то такое. Скоро очень, да, в Эреб Рошходыш, Элул. Обычно это попадает не ровно на Рошходыш, а на Эреб Рошходыш. У нас же тоже наши Роши и Хадаши, которые мы считаем, они обычно на день позже или на полдня позже, чем настоящий точный Мойлад. Поэтому в данной ситуации у нас будет два Рошходыша в Элул. Это будет во вторник и в среду, да, Рошходыш и Элул в этом году, вторник и среда. А вот солнечное затмение будет в понедельник. Вот такая ситуация. Мы же часто доха еще немножко тоже. У нас же какие-то есть определенные дни, на которые должен попасть Роша Шана. Поэтому не удивляйтесь, что чаще всего солнечное затмение не ровно в Рошходыш, а за день до Рошходыша. Может, теоретически быть и так, и так, но чаще бывает в Эреб Рошходыш, да, в день до Рошходыша солнечное затмение. Так вот, у нас ожидает солнечное затмение, поэтому я хотел поговорить о целом ряде интересных утверждений Талмуда насчет солнца и даже скорее насчет звезд я решил выбрать в данном случае. Насчет солнца тоже можно кое-что рассказать в двух словах. Насчет звезд я хотел обсудить парочку судьи. Одна в Роша Шане, одна в Брахот и кое-что еще из Бабы Мецы. И основные источники этого урока являются две статьи. Одна профессора и раввина Хайма Милковского, кажется, произносится. Это мудрец, который большой специалист, похоже, по иторе, и науке в данной ситуации. Он написал статью «Кима в отношении потопа». Что это за Кима, да, и о чем вообще речь. Это очень важная статья, ее можно найти на интернете. И есть другая статья некого Эйгуда Барсинай, которая обсуждает тому трактат Брахот, 58-я страница. Очень интересная сугия тоже про Кима и Кисиль. Что это все-таки за места. То есть это на самом деле связано с интерпретацией библейских стихов. У нас есть в трех местах Библии обсуждение разных созвездий, видимо. И одна называется Кима, одна называется Кисиль. Еще упоминается Аиш или Аш. И вот это очень интересно, что это все значит. Что древние, когда смотрели на небо, а без сомнения, древние смотрели на небо гораздо чаще, чем мы. Я, например, в своей жизни всю жизнь жил в больших городах, где фактически ничего не видно почти. Ни в Ленинграде, ни в Нью-Йорке особенно на небо не посмотришь. Только света вокруг, что какие-то звезды видны с трудом. Но вот я однажды был в Израиле, да еще и в горах, и когда стемнело, прямо-таки действительно все небо как карта, с множеством-множеством звезд красивых и по определенному порядку. Поэтому если человек все время смотрит на небо и живет, как в старые времена люди жили, да, без электрического света, который все освещает по ночам, не в больших городах сегодня, тогда он действительно будет привыкать постепенно и знать небесную карту довольно хорошо. И были мудрецы Талмуда, в том числе Шмулю, который утверждает, что он очень хорошо знал небесную карту. Поэтому мы вот хотим на этом уроке несколько интересных вопросов, связанных с небесами, обсудить, раз уж такие интересные события происходят. И, по-моему, это важно и для общего понимания, и для тех, кто изучает эти суги, в конце концов, тех, кто изучает Дахьоми, когда-то изучали трактат Рошешана, когда-то изучали трактат Брахот, когда-то Бабницию. Это полезно знать в общем, для понимания разных сугий. И прежде чем мы перейдем к конкретным словам, наших мудрецов. И, кстати, еще одну книгу, которую я буду немножко использовать. Эта книга называется «Тольдот Шамайм». Но что меня интересует этой книге, это письмо в самом начале Шира, Равашмоле, Равашмолу Ягудра Папорта, автору письма, где он интересный многих и душем приводит. И вот его шито насчет того, что такое Кима нас будет интересовать. И, в частности, мы с вами пройдем кое-что из вильямского Гаона к комментарии Тикун Эйзогар, 32-й Тикун, а также его комментарии к Брахот и в двух местах их Седро Ламп, потому что это все будет иметь отношение. Я не знаю, поместится ли все на одном уроке, но попробуем, блин, я говорю, во всяком случае. Итак, прежде чем мы перейдем к чему-либо, я хотел бы сказать о стихах библейских, о которых будет идти речь. Значит, это, во-первых, стих 8-й из 5-й главы Амоса. И тут, конечно, очень трудно определить, про что речь. Здесь нет никаких в стихе подсказок. Но ясно, что это какие-то созвездия, на которые смотрели наши предки 3000 лет назад. И Амос использует это как «Смотрите, что Всевышний создал, какие великие светила Всевышний создал». «Осе кима ухисиль вегофехла бокер цалмавит». Что Всевышний, он делает кима и хисиль. Вот это будут самые два важных места, которые нас будут интересовать, в особенности хима. Что такое кима? Ну, здесь оно пишется как хима, это потому что предыдущая буква «хей», слово «осе» превращает «каф» в «хаф». Это просто грамматическое правило. Обычно по-русски и на английском называют это просто кима, через «кэф». Потому что это «каф», в принципе, но когда предыдущее слово на «хей» кончается, то говорят «осе хима», а не «кима». Как, например, в «кадыше», если говорить по многим мнениям, «беалмади врах хирусей» или «хирутей», а не «кирутей». Есть диспут на этот счет. В зависимости от того, как оставляют запятые, бывает, что из-за предыдущих гласных в предыдущем слове следующее «каф» превращается в «хаф» просто. Здесь мы будем называть это «кима». Значит, «кима» нас интересует и «кисиль». Два места на небесах, которые настолько поражали воображение. И говорит, что Всевышний делает эти группы звезд и превращает, дословно превращает цалмавит, видимо, в темноту. Цалмавит – это очень сильная тьма, в свет, да, в бокер, в утро. А есть еще стихи в Иове, в двух местах. Нас интересует больше стих в девятой главе Иова. Девятый стих. «Осэ аш кисиль вихима вихадрейтейман». «Осэ кдолота ден хекер, винифлаота ден миспа». Второй стих, наверное, как вы привыкли к нему, он не только выявляет подобную идею, что Всевышний делает величие и великие дела, нет конца им, и чудесные дела, которым нету счета. А вот предыдущий стих, это, без сомнения, говорит, опять же, каких-то небесных скоплений звезды или звездах. И одна называется «аш», «аиншин», иногда «аиш», через «юд». Другой кисиль, опять же, и третий кима, или здесь вихима, опять же, «кав» превращается в «хав», вихима. И хадрейтейман – это тоже, видимо, какие-то звезды, которые видны только с юга, поэтому называют, как, знаете, как хедр, это комната, то есть спрятанное что-то, что-то, что внутри. То есть это не все же звезды видны с любого полушария в любое время года, так и Бенезра здесь объясняет. Хадрейтейман мы сейчас обсуждать не будем, что это может иметься в виду, но, опять же, кима и кисиль – это наиболее нас интересующие в данный момент два места. Обычно, очень часто, в переводах используют для кима плеады, а для кисиль – орион. Получается, что они достаточно близко друг к другу. Но, как мы видим, из геморы явствует, что, похоже, они как раз напротив друг друга. И, согласно этому, если кисиль – действительно орион, то кима должно быть что-то напротив. И будет высказано предположение несколькими мудрецами, включая виленского гаона, что как раз кима – это связано со скорпионом, или часть скорпиона. И об этом мы поговорим без раташем. Значит, первое, что я хотел бы упомянуть, это Талмуд трактат Брахот, который сравнивает эти два стиха. Это в конце страницы Нулхе Тамудбет. И говорит, с одной стороны, один стих приводит, что кисиль перед кима упоминается, а в другом стихе, в Иове, то есть в Амосе, наоборот, сначала упоминается кима, а потом кисиль. Так вот, Талмуд пытается из этого сделать какой-то диук, что-то из этого выучить и сказать, что они как бы балансируют друг друга. Один считается связан с теплом, а другой связан с холодом, что бы это ни значило. Позже мы поговорим, что это без сомнения что-то духовное для них было. И говорит, что если бы не тепло, которое от кисиль, предположим, что кисиль – это Орион, если бы не тепло Ориона, то мир бы не выдержал из-за холода кимы. И наоборот, если бы не холод кимы, то мир бы не выдержал от того, что тепло идет от Ориона. То есть они как бы балансируют друг другу каким-то образом. Эти две группы звезд балансируют количество тепла в мире, считалось. И еще тут интересное утверждение. Если бы говорить не то, что кусает окрав, то есть скорпион, если бы не кусал, вернее, если бы не касался в реке Динор, то любой человек, которого бы укусил скорпион в мире в этом, он бы не мог бы выжить. То есть упоминается некая река Динор. Вообще она упомянута в Библии, в книге Даниэля. Это что-то, видимо, тоже духовное, но также проектируется как-то на небеса, согласно Хазаль. И река Динор каким-то образом согревает, видимо, холод от скорпиона. И таким образом и в этом мире тот, кого укусил скорпион, он не умирает, потому что укус скорпиона не настолько приводит к холоду, так сказать, и не уничтожает человека из-за вот этого утепления с помощью реки Динор. Так вот, Рафшир, Рафшилома и Хударапапорт, предположил, что река Динор это Млечный Путь, то есть фактически плоскость нашей галактики, которая выглядит как множество и множество звезд вместе. На самом деле, вот в этой статье упомянутой Равэгуд Барсинай приводит, что есть гирса в трактате Брахот, в некоторых версиях, в музее где-то в британском он нашел, что там есть еще несколько слов, а именно если бы не хвост скорпиона, который кусает именно кисиль, в нашей геморре не сказано про кисиль в этом утверждении, а здесь сказано еще и с кисиль это все получается связывает, что кисиль каким-то образом его кусает скорпион, и если бы это не происходило, то мир бы не мог выдержать. Так вот, основной тезис авторов данных статей, Рава Хайма, Милковского и другого мудреца, которого мы сейчас упомянули, связан с тем, что на самом деле были разные традиции, конечно, о том, что такое кима. И это привело к следующей ситуации, если вы посмотрите внимательно в геморру Рошашана на 11-м дафе, там, где обсуждаются все эти потоп, мнения насчет того, когда начался потоп, и в каком месте была кима, вы знаете, что хазар связывает потоп как-то с кимой именно. Так вот, в этом месте есть две гирсы. Гирса Раши и гирса большинства других решений. То есть, фактически, они гирсы наоборот. То, что считает Раши, то, что считает там Тософот и большинство решений, это как раз обратные предположения. Что происходит с кимой в момент, когда начался потоп. Она опускается или она поднимается? и как это повлияло на то, что стало много воды. А, да, и что Всевышний сделал по-другому в этом году, когда начался потоп. А в нашем Седор-Лам тоже, оказывается, есть два типа манускриптов, как хорошо приводит Раджи Хайм Мюковский из разных источников. Кстати, один из них в моем городе был в библиотеке Салтыкова-Щедрина. Есть, оказывается, много независимых манускриптов, которые часть из них имеют гирсу, похожую на Раши, а часть похожая на Тософот, но не совсем одинаково. Так вот, Шитера-Абихайма Мюковского, что частично, это было связано с тем, что по-разному объясняли, что такое Кима. Поэтому мы начнем с этого. Давайте попробуем разобраться, что такое Кима. Начнем с того, что, разумеется, когда нету солнечного календаря, то созвездия на небесах можно использовать, чтобы объяснить, какое время года. Как вы действительно скажете человеку, вот сегодня можно сказать, что, допустим, сей свое свое зерно до, допустим, марта месяца. После марта месяца уже не сей. Поздно уже сеять, к примеру. А тогда не было марта, был только еврейский календарь. Но еврейский календарь немножко сдвигается туда-сюда, в зависимости от того, как лунные месяцы попадут. А нас интересует именно солнечное время. Так вот, есть одно место в Талмуде, где мы видим, что используется некое подобие солнечного календаря с помощью созвездий. А именно говорится, что когда приходит, это в трактате Баумицы, на 106-й странице, что когда приходит фермер с работы вечером и видит над головой у себя, видит киму, ту самую киму, о которой сейчас идет речь, вот тогда уже можно больше не сеять. Уже время сеяния прошло. Значит, нам нужно понять, о чем вообще речь. Если человек приходит, значит, с поля, тогда люди все смотрели на небеса, как я сказал, легко было определить, они были знакомы с разными созвездиями, их не путали. И когда он видел, что над головой у него кима, он знал уже, что это время, сеяние время закончилось. Какое место так должно быть у кимы, чтобы это произошло? Ну, давайте посчитаем. Примерно они кончали сеять, по мнению Раши, в Адар, по мнению Тософот, в Шват на месяц раньше. Но, во всяком случае, это был конец зимы, начало лета, начало, извиняюсь, весны, когда они уже больше не сеяли в Бавилонии в те времена. И сегодня тоже, судя по всему, уже поздно сеять в это время. Конец сезона сеяния, это где-то февраль, может быть, или даже раньше. Да, может быть, даже конец января, в каких-то ситуациях, зависит, конечно, от того, какое зерно, у них были более поздние зерна и более ранние, пшеницу сеяли раньше и восходила она позже, а ячмень, наоборот, сеяли позже и она очень быстро вырастала. Но, во всяком случае, предположим, уж точно это не в обратной стороне небосвода, это должно быть что-то, что примерно эдак в районе Швата или Адара будет у тебя над головой, когда ты вечером приходишь домой. Раши объясняют, что он приходит домой еще когда солнце не зашло. И то Сафот в этом месте спорить с Рашей. Говорят, а как же когда определять-то? Ведь пока солнце не зашло, ты не увидишь, какие звезды над головой. И считать то слишком уж маловероятным, что имеется в виду, что потом, когда уже солнце зайдет, ты сможешь ретреактивно определить, где были эти созвездия, когда ты приходил домой. Например, если ты приходишь домой два часа до захода солнца, и через два часа, когда солнце зайдет, ты видишь, что уже не над головой, но уже сдвинуто на два часа, Кима, то ты знаешь, иначе она была над головой, скорее знак, который дали Хазаль, наверняка связан с тем, что именно когда уже темно, люди возвращались домой после работы и видели над головой, что Кима. И так они работали, действительно, с утра до позднего вечера, пока не зайдет солнце. Так выглядит из Гемора Бабмицы тоже в другом месте. Либо до выхода звезд работали, либо до захода солнца, но, во всяком случае, не днем они возвращались с поля. Получается, потософот, они считают, что Кима, это, видимо, действительно то, что мы называем Плеадой, и примерно во время, когда заходит солнце, в Шват будут Плеады как раз над нами. Почему это так? Потому что Плеады находятся примерно в районе между знаками Зодиака, это, кстати, диспут, похоже, считать ли это концом одного знака или началом другого в каком-то смысле, но это между знаками Овен, между месяцем Ниссан и следующим месяцем ИАР, между бараном и быком, фактически. Таурус, кажется, называется у астрологов следующий знак. В общем, между Овеном и Таурусом, наверное. Так теперь посчитайте сами, если когда солнце примерно в начале ИАРа, получается, в этот момент оно как раз примерно на уровне Плеад, то, значит, за три месяца до этого, назад, Ниссан, Адар, попадаем в Шват. В Шват как раз тогда будут Плеады как раз над головой. Правильно? Потому что каждые три месяца солнце примерно проходит по знакам Зодиака четверть небосвода. Всего знаков 12, значит, чтобы было 90 градусов над головой в момент захода солнца. Это три знака из 12. 90 градусов из 360. Получается, что если примерно Плеады в районе между Ниссаном и ИАРом, в этот момент солнце примерно в направлении Плеады, значит, за три месяца до этого при заходе солнца Плеады будут как раз над головой. И, как я сказал, по-другому тут никак не интерпретировать эту сугию. Выглядит очень очевидным, что, во всяком случае, чтобы не было кима, если даже это не Плеады, но это должно быть где-то в этом направлении, примерно в направлении Плеад, потому что никакой другой месяц не подходит для конца времени, когда сеют в Вавилонии. Если подходит на один месяц дальше, но не в основном совершенно непротивоположная точка небосвода, это уж точно. С другой стороны, наш Агиморо-броход, который нас сейчас интересует. И, в частности, традиции, связанные с потопом, вот там уже интересно, что считались кима, в каком месте небосвода находилась кима, согласно этим традициям. Так вот, один из первых предложил Рафшир, но еще до него Махарша, Игра, предложили эту идею. Рафшир просто более хорошо обосновал в этом письме, о котором я говорил к автору книги Тодо-да-Шамайм. Так вот, Махарша уже предложил, пытаясь объяснить Раши в трактате Брохот. И более подробно это уже по Кабале описывает Гра, что, возможно, кима здесь это вовсе не плеады, или что-то в направлении плеад, а как раз наоборот, в направлении обратной части знака Зодиака, то есть в Айоне Акрав, да, Скорпиона. А именно, если вы посмотрите здесь в Раши в трактате Брохот на слова Акрав, да, Скорпион, он пишет Хаину кима, это и есть кима, а потом пишет Уми мазал тэлаху, талы, кажется, читается, и это из мазала талы, то есть из овена. Как такое может быть? Акрав это же как раз противоположность овена. Акрав это Мархешван, да, Солнце находится в направлении того, что мы называем Скорпион, в месяц Мархешван, а здесь Раши говорит, что это рядом с талы, то есть в месяц Нисана, да, то, что говорится, что это, как Гимора говорит, здесь непонятно, это конец ли овена или начало Тауруса, но, во всяком случае, это где-то в этом направлении, как раз противоположной части знаков Зодиака. Как такое может быть? И Марша приводит два возможных ответа, и один из них, что в действительности таки речь идет об обычном Акраве, это тот Скорпион, который в направлении Мархешвана, да, Солнце там, в этом направлении Мархешван, и получается тогда, что Раши действительно непонятно, как две противоречивые традиции он вроде бы приводит. На самом деле, действительно, обе традиции, похоже, существовали. Как именно Раши в той форме, в которой у нас написано, к нам попал, и было ли это два разных манускрипта, или что-то еще, трудно сказать. Но, во всяком случае, обе традиции отражены, как мы еще скажем, и в Седер-Олам, и, возможно, в Геморре Рошашана. И прежде чем мы это конкретно обсудим, я хотел бы прочесть в Вильнинске Вагаона комментарий к Тикуней Зогар. 32-й Тикун, начиная со слов Илень, но мы не все будем здесь читать, а только в моем издании, это с левой стороны страницы, то, что он описывает несколько интересных вещей насчет этих двух видов взаимодействий, да, Кима и Кисиль. Так он пишет, что нельзя пахать на осле и быке вместе. Осел, он, его духовный корень связан с тем, что ему всегда холодно. А быку, наоборот, очень жарко. Он приводит доказательства из Талмуда, что ослу всегда холодно, быку жарко. И с ослом также связан скорпион. И окрав тоже, он связан с холодом из мозолот. А, наоборот, бык, это понятно, это Таурус, это Яр, противоположная часть небосвода. Да, Мархешван и Яр, они как раз противоположные месяцы. Вообще, согласно Кабале, шесть зимних месяцев, шесть летних, они противоположные, и у них есть связь. То есть, Ниссан супротив Тишрей, оба месяца праздников. А Яр, соответственно, супротив Мархешвана. Так вот, здесь бык супротив супротив Скорпиона. И один жаркий, а другой холодный. И поэтому, значит, Скорпиону нужно некое утепление через Нагардинор, через вот эту реку Динор, то есть, Млечный Путь, да, с нашей точки зрения выглядит, как будто в огромное скопление звезд около конца этого Скорпиона, да, Скорпион прямо соединяется с Млечным Путем, как бы с точки зрения человека на земле. Поэтому его, как бы, утепляет немножко холод Скорпиона, как мы сказали. Кстати, предположение Рава Шира, что и в библейском языке было слово для Млечного Пути, ведь люди, смотрев на небеса, не могли не заметить Млечный Путь. Это же основное, так сказать, основное количество звезд, с нашей точки зрения, да, как можно это пропустить. Поэтому считают, что слово Шхаким в Торе, да, Шхаким, это не просто небеса, это именно Млечный Путь конкретно значит. Так вот, он пишет, что если потенцирует нашу Гимору Брахот, что если бы не кончик Скорпиона, который лежит в реке Динор, потому что Скорпион очень холодный, то тогда бы не выдержал. И даже, что я нашел, что и Магарша так объясняет. Это второе объяснение Магарша, как я сказал. Поэтому, говорит, Гимора там в Брахот упоминает, что во время потопа Всевышний, и также в Рошане Гимора работает. Он говорит, Всевышний взял две звезды из Кимы, что Кима, это как я сказал, по мнению Магарша, игра, это если в данном случае Кима это Скорпион, или часть Скорпиона, но вовсе не противоположная часть небес, так вот, Всевышний взял именно из Кимы пару звезд, потому что теперь у Кимы будет меньше холода, меньше балансировать будет холод, и тогда начнется горячая вода. Ведь Хаза считает, что Всевышний послал в время потопа горячую именно воду. Не Дону Беротхин, как говорится, Всевышний послал поколению потопа не просто воду, но кипяток. Может, какие-то извержения были из подземных вулканов или что-то, во всяком случае был кипяток, по их мнению. Так вот, Гра пытается кима связана с холодным, то из нее забрали две звезды ради того, чтобы холода было меньше, и тогда жара преобладала. Поэтому именно из Кима было выбрано, что Кима связана со Скорпионом. И говорит, что потом заканчивает наша Гемора, что Всевышний забрал две звезды из Аиш, Аиш считает Гра, что это связано как раз с балансированием. В отличие от Кима, которая холодная, Аиш, он как раз посередине. Он не холодный, не горячий. Так Всевышний потом взял две звезды из Аиш и вернул их назад к Киме. В чем здесь идея Пугра? В том, что Всевышний сделал теперь, чтобы баланса не было. Что теперь холодное и горячее будет поровну, но зато не будут сезоны. Ведь считается, что сезоны основные начались после потопа, согласно нашим мудрецам. Получается, что идея, что Всевышний забрал звезды из того, который балансирует, из Аиш, и дал Киме теперь горячего и холодного поровну, но зато баланса нету. То есть туда-сюда все время метается мир, то холодный, то горячий. Это все Гра пишет в своих комментариях Брахот, называемый Имри Ноам, страницы 58B и 59А. Опять же, не обязательно. Мы понимаем, что сегодня мы по-другому вообще смотрим на мир. Астрология сегодня не считается особенно научным знанием. Но нас интересует, как понимал Гра и о чем говорили наши мудрецы. Ведь изучение Талмуда не обязательно, чтобы было объективно с точки зрения наших знаний астрономии правильным. Главное, чтобы понять, что имели в виду мудрецы. А для мудрецов, без сомнения, идеи, которые приводит Гра вполне были реальными, потому что мудрецы Талмуда, без сомнения, именно так на вещи смотрели, на такой холистик, как говорится, взгляд на мир, что есть звезды, и они как-то, через них проходит влияние Всевышнего на мир. И поэтому объяснение Гра вполне может быть, что это действительно имели в виду мудрецы Хазаль. Так вот, теперь мы наконец можем вернуться к тому, чтобы понять насчет двух гирс в Седеролам и двух гирс в Рошашане. И здесь пишет Гра следующая. У меня есть Седеролам с комментариями Гра. Он говорит, Хахи Гарсинан, так мы учим. Что насчет Рабью Шуа мы говорим, что Кима опускается в это время. А насчет Раби Лезера, что Кима поднимается. О чем он говорит? Что есть диспут между Рабью Шуа и Раби Лезером, когда был потоп. В второй месяц после Ниссана или во второй месяц после Тишлей. В смысле, Тора говорит, что потоп начался во второй месяц. Но второе откуда считать? Позже Тора скажет, что еврейский народ считает второй месяц отхода Шаавива, от Ниссана. Но совершенно не факт, название Торы, когда еще все еще не избавил еврейские народы от рабства в Ниссан, то тогда, возможно, год считался с Тишлей. И так пишет Рамбан в своих комментариях к Торе. И так же, кстати, выглядит из Таргума к книге Малахим. Есть одно место в книге Царств, где говорится про месяц Итаним. И Таргум тамарамейский приводит, что этот месяц он когда-то был первым, а стал седьмым. То есть для евреев он седьмой месяц, но вообще когда-то Тишлей был первым месяцем. Тогда древнее название Тишлей, это было Итаним. Позже из Бабелонии мы привезли название Тишлей, но это уже более позднее название, как говорит руссоинский Талмуд. В всяком случае, если считать второй месяц от не Ниссана, а Тишлей, тогда это будет Мархешван. Вот это диспут Рабелеза, Рабио Шоа. Никто не спорит, что Рабио Шоа считает, что потоп начался в Иар, а Рабелеза считает, что потоп начался в Мархешван. В этом никто не спорит. Все гирсы с этим согласны и в Рашешане, и в Седролам. Диспут вот в чем. Что происходит с Мазал Кима в момент, когда происходит потоп? Гирса Раши как та гирса, который приводит здесь Гра, а именно Кима Шокат. По Рабио Шоа по Рабио Шоа Кима опускается, а по Рабио Лезера наоборот Кима поднимается. Теперь вопрос, что значит опускаться и подниматься? Вообще, в древние времена, как хорошо доказывает Рабихай Милковский, подниматься и опускаться имелось в виду то, с чем Солнце выходит в этот момент. То есть, например, в Мархешван поднимается Акрав, да, Скорпион, а в месяц Иар, соответственно, наоборот, опускается Скорпион, он как раз на противоволожном месте, когда Солнце поднимается, то он как раз опускается. А поднимается, допустим, в Иар, да, начинает подниматься Бык, Таурус. То есть, то, что Солнцем в этом направлении, то считается поднимающимся. Но, если Кима считать, что Кима это Плеады, то есть, примерно в районе начала Быка или конца Барана, да, конца Овена или начала Тауруса, тогда у нас большая проблема, потому что это Кима, эти Плеады, они наоборот, согласно этой интерпретации, будут днем в Ниссан, извиняюсь, в Иар, они будут подниматься, а в Мархешван как раз опускаться, они будут днем, они будут как раз опускаться, когда то, когда Солнце восходит, потому что они напротив Солнца в Мархешван, они напротив окрава, да, Скорпиона. Поэтому Гирсу Раши, приходится Раши объяснять, что слово подниматься и опускаться значит что-то другое, так же Гра здесь делает. Но профессор Мяковский предлагает другую идею, что здесь Кима просто другое значило. По этой Гирсе Кима значила как раз не Плеады, а Акрав или что-то, или какая-то часть Акрава. Это как раз второе мнение о том, что именно Кима. Что у самих Азаль были разные традиции на этот счет. Поэтому те Гирсы в Седро-Ламе, те Гирсы в Рошешане, которые считают, что по Рабиошуа Кима в его время потопа, то есть в Иар опускается, а не поднимается, это другая Кима. Это совсем не Плеады, а на противоположной части небес. В этом Хидж профессора Милковского. Так вот, что касается, значит, Гирс в Рошешане, профессор Милковский подчеркнет, что это не тот же самый диспут, что Гирсы в Седро-Лам. В Седро-Ламе есть две Гирсы, и в Рошешане есть две Гирсы, но в Седро-Ламе по обеим Гирсам ожидается, что нормальное время потопа было бы Мархешван, когда дожди увеличиваются, а как раз более чудесное время потопа это Иар. То есть и одна версия Седро-Ламы, вторая согласна, что Мархешван было бы более натуральное время для потопа, а диспут между этими Гирсами, какое время для потопа более натуральное, когда Кима опускается или когда Кима поднимается. А вот разные Гирсы в Рошешане, назовем их Гирсой Раши и Тософот, хотя Тософот не единственный, почти все Режоним согласны с Тософот, но их Гирса, у них разница не в том, Кима должна подниматься или опускаться, когда больше воды. Как раз Тософот считает, что тоже Кима поднимается, когда больше воды. И тем не менее считает, что в ИАР мог натурально ожидаться потоп. Почему? Потому что, видимо, когда из-за снега катающего и других причин в начале весны реки переполнены, то это как раз натуральное время для потопа. То есть они считают как раз наоборот, что Порабио Шуа, Тософот считает, что Порабио Шуа как раз ожидается потоп в это время в ИАР, а Пораби Элизеро не ожидается. И особое чудо было именно Порабио Лезеро. Получается, что у нас есть четыре разных варианта. Вариант Седролам, первый вариант, вариант Седролам номер два. Вариант Раши в Рошешане и вариант Тософот в Рошешане. И они Рабио Милковский пытается как-то их понять, как из одного пришло другое. У него получается целый круг, как бы, что из одного варианта Седролам было переписано другой вариант, потому что считали Киму другим местом. А потом из этого уже получилась Гирса Раши в Рошешане, а оттуда Тософот назад поменяли по своей Гирсе, соответственно, чтобы соответствовало тому, что они считали в отношении времени множества воды. Все, что я сказал, это, конечно, я вкратце рассказал, и чтобы разобраться этим как следует, нужно изучать весь этот Раши и Тософот. Это очень там длинный, там очень длинный Раши, во-первых, и очень длинный Тософот, и очень все запутано. Но я пытался вкратце рассказать, насколько все еще более запутано, чем кажется на первый взгляд, прочтя только Раши и Тософот. И вот теперь мы можем перейти, наконец, опять к статье снова, я не знаю, он равин, или просто мудрец какой-то, Эгуд Барсинай, с которой мы начали, да, где я как рассказывал, это короткая статья, и он пытается объяснить, что в действительности у самих Хазаль были разные предположения насчет того, что такое Кима. Сначала он приводит разные мнения, что такое Кима. То есть он приводит, с одной стороны, что вильнинский Гаон и Магарша, как мы сказали, считал, что Кима, во всем случае, в трактате Брахот, это Скорпион, да, или часть Скорпиона. И так же считал, считал Рафшир, Шлома Игуда Рапопорт. А с другой стороны, подавляющее большинство традиций, в том числе, похоже, это мнение Хазаль в большинстве мест, что это плеады. И так переводят уже Библию, Септуагинта, например, Вулгата. Он же тоже брал этот Иронимус, он же брал все от еврейских мудрецов, как известно, и так написал Рав Рабинович, да, Хаим Дов Рабинович, автор книги Датсофрим, что когда говорят, что перевод на латыни, он невозможно на него полагаться. Конечно, для нас невозможно на него полагаться, но учился он в основном от амараев, от мудрецов того времени в земле Израиля, и поэтому все его учителя были евреями, и поэтому в основном его переводы такого типа, которые не имеют отношения к христианству, они, во всяком случае, отражают мнение наших мудрецов. Откуда еще было знать? Действительно, Иронимусу, как переводить эти вещи. Так вот, это старые переводы уже упоминают, что это Кима, что это плеады, и так же считают Раши, и Тософот, и другие. И есть еще разные мнения, когда объясняют, что Кима это и не то, и не другое, но это все мнения каких-то не очень известных и не очень важных мудрецов, и часть из них в любом случае, даже если это не плеады, они считают, что это какое-то место близкое к плеадам. Сириус, например, или что-то рядом с быком, да, Ибнезра считает, Рафсадия Гаон, или почему-то Джастро считает, что это Дрейко, да, то есть это то, что над Северным полюсом, как дракон такой, это совершенно непонятно, откуда он это взял, и никого смысла не имеет. То есть, я хочу сказать, что остальные мнения, они либо не играют особой роли, потому что они близки к мнению плеад, да, даже если это не сами плеады, но это близко к ним, то фактически разницы уже нету во всех интерпретациях. Или же они совершенно ничем не поддерживаются, как, например, мнение Джастро. Вот, поэтому нас интересуют только два основные мнения. Мнение, что это, Кима это плеады, и мнение, что Кима это скорпион. Так вот, он в том числе приводит интересную вещь, что самые, говорит, большие звезды на небесах, в том числе, как раз находятся в этих двух, а именно в Скорпио, в Скорпионе и в Орионе. Орион это Кисиль, как я сказал, большинство согласны, что Орион это Кисиль, это достаточно хорошо можно определить. Так вот, Скорпио и Орион, он говорит, каждый из них имеет по 7 больших звезд, которые из 100 самых вообще ярких звезд для нас на Земле. И поэтому получается, что когда говорит пророк, будь то Амос или Иов о великих звездах, которые Всевышний создал, то очень вероятно, что он показывает противостояние звезд, которые находятся в разных частях небосвода, очень крупных созвездий и скоплений. Одно из них это Скорпион, а второе это, соответственно, Кисиль, это Орион. И он приводит, что действительно и у греков был какой-то миф, который говорит о войне между Орионом и Скорпионом. И что потом, когда Скорпион укусил Ориона, то он был подвешен в форме звезд. Но с другой стороны, нужно не забывать, конечно, что и Кима, ее идентификация с Плеадами очень хорошо базируется на старых традициях. Хазар, как я уже сказал, в Бабмице по-другому не объяснишь, если это не Плеады, в основном случае это что-то очень близкое к ним. И в частности профессор Микковский действительно приводит целый ряд источников независимых, и в том числе нееврейских, насчет того, что именно когда Плеады садятся, то есть напротив Солнца, это получается примерно Мархешван, в это время начинаются дожди. Он, кстати, приводит из Йосифа Флавия тоже, что в какой-то из периодов начался очень сильный дождь во время, когда атаковал Антиохус 7-й Йоханана Коангадоля, Йоханан Гуркинас, это был Йохан Коангадоль, третье поколение Хашмыная, сын Шимана, сына Матитьяху, главный начальник восстания Хашмыная был Матитьяху, у него было пять детей, последний, кто правил, был Шимон, его убил его зять, некто Птолемей, тогда власть захватил Йохан Коангадоль, который, как казакия, сначала был на стороне мудрецов, но потом в конце жизни присоединился к Цедукеям. Вот этот Йохан Коангадоль описывает Йосиф Флавий, что в его время, как раз, когда плеяды заходили, и начался очень сильный дождь, когда его атаковали, то есть получается, что плеяды, их заход и начало периода дождей в Мархешван всегда ассоциировались. И это может быть только если кима – это плеяды, как я сказал, это именно время захода кимы, когда начинаются дожди. И также он приводит еще из разных источников. Поэтому получается, что у нас есть два разных независимых, две разные независимые традиции о том, что такое кима. То есть кима в Библии мы так и не знаем, что такое. Более вероятно, все-таки, что это скорпион, потому что, как было сказано, там звезды более крупные, более заметные, их много очень. В плеадах тоже тысячи звезд, но они без телескопа их не увидишь, а видны только шесть или семь, и они как-то маленькие в сравнении с теми, которые видны в скорпионе. А вот скорпионы, это действительно из ночного неба, там одни из самых ярких для нас звезд. Поэтому гораздо более вероятно, что все-таки Иов и, соответственно, Амос говорятся не о плеадах, а о скорпионе. Но это не так важно, что именно библейский стих имеет в виду. А вот что говорят хазаль, получается, есть разные суги. И так вот заключает статья, вторая статья, которую я упомянул, что суги в Талмуде, в Рошашане, как бы, включают обе традиции, получается, насчет плеад, насчет кимы. А суги в Брахот, без сомнения, следует, что кима – это скорпион, скорпион. А вот суги Бабмиции, там никак невозможно сказать, что это скорпион, потому что там речь идет о урожае, который в последнее время сеять в Бавилонии. И тогда над головой будет только то, что примерно находится в конце барана или в начале быка. И, прежде чем мы закончим этот урок, я хотел бы сказать пару слов опять же, возвращаясь, связывая конец с началом, мы просто галили о разных звездах, но я хочу пару слов теперь сказать снова о затмениях солнечных. Ну, известно, что Хазаль упоминает затмения, кстати, в негативном контексте и говорят, что это как бы плохой знак. Но солнечные затмения считаются плохим знаком для неевреев, а лунные для евреев. Но уже была предложена интерпретация, что речь идет не о затмениях, там, ликуэ это называется, а что имеется в виду вообще что-то другое. Так предложил в свое время Равьонус и Нейбешиц. И, что бы ни значило ликуэ здесь, что интересно, это Медраж в начале книги Брейшит, есть Медраж Раба, такое интересное очень утверждение, что говорится, что Всевышний создал Солнце и Луну, в том числе для того, чтобы в меньшей степени хотелось поклоняться одному только Солнцу. Если было бы только Солнце, то люди бы скорее его приняли как Бога. Но так как время есть, когда происходит затмение, такая гирса у Рашашера, шмуряш, штрошуна, что правильно гирса там, что именно про затмение речь идет. Что говорит, если бы не затмение солнечное, то люди бы еще больше поклонялись Солнцу. Но так они видят вдруг, что иногда Луна имеет силу против Солнца, что прямо посередине дня вдруг становится темно. И это учит людей, чтобы они поклонялись, что ни тот, ни другой, ни Бог. Возможно, что таким образом мы, когда молимся в Муссов в субботу, Тур это упоминает, когда мы говорим вот этот пиют, этот стих в обратном порядке алфавита. И в том числе там говорится «Раа вегиткин сурата ливана». Он увидел, что увидел. Увидел, что люди могут поклоняться, если он только Солнце сделает. Сначала он сделал Солнце, говорится, в Израхор, но потом он увидел, что от этого Солнце будет казаться людям Богом, и сделал тогда Всевышний также сурата ливана. И, кстати, насчет этого гирсы, этого выражения, «Раа вегиткин сурата ливана» есть на самом деле три варианта, что имеется в виду. Хиткин, хектин или хиткин через каф. У нас написано хиткин, как арамейское слово, через куф. Перевод обычно «тикуна лам», ректификация, исправление мира. Но еще слово «тикен» через каф, которое, значит, как бы приготовил, рассмотрел, что ли, продумал. Трудно перевести это. Раф Шадаль в свое время пытался объяснить разницу между арамейским хиткин через куф и еврейским словом «тикен» через каф. А есть еще гирсы, которые тут приводят «хектин» уменьшил, то есть это связано с другим мидрашом, что Всевышний, когда луна, так сказать, скажешь, невозможно двум царям править одной короной, то Всевышний ее же и уменьшил. Рави, хектин, цура тальвана. Такая тоже была версия в этом пиуте. Очень интересно, да, потому что этот мидраш тоже нельзя принимать буквально, он тоже о духовном, конечно, говорит. Кстати, Рав Рабинович предполагал, что на самом деле только луна в этом ошиблась, на самом деле ничего плохого нету, если есть два правителя, если они друг друга любят и действительно разделяют ответственность. Поэтому он считал, что когда Всевышний сказал разделить государство на северное и южное, Израиль и Игуду, то совершенно не обязательно, чтобы история пошла таким путем, что они воевали друг с другом, они могли бы на самом деле жить относительно мирно. Вот сегодня, например, мы знаем, что Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию без всяких войн, совершенно спокойно, не как в Югославии. Разделение Чехословакии было абсолютно спокойно сделано, никто ни на кого не обижался и не злился. И теоретически, два еврейских государства могли существовать в мире и идти рука об руку, но, к сожалению, так не получилось. Большую часть времени они воевали, а даже когда они породнились, и было вроде действительно мир между ними, между царем Ахабом и его потомками, и его шафатом и его потомками. Так это как раз было плохо, потому что Ахаб таки был злодеем, поэтому тогда мир со злодеями привел к тому, что и в Южном государстве из-за царицы Аталии было перебито почти все семя Давида. Поэтому это не... Получилось, что когда они помирились, это как раз было во время, когда Северное государство было плохим, и оно только влияло в плохую сторону, на Южное. Ну, как бы там ни было, возвращаясь назад, у нас ожидается солнечное затмение, оно попадает обычно, как я сказал, в конце, последний день месяца нашего еврейского или в первый день следующего месяца. В отличие от лунного, тогда наоборот, Земля находится между Луной и Солнцем и закрывает собой Луну. То лунное затмение происходит как раз посередине месяца, да, ровно посередине месяца. И оно гораздо чаще происходит, потому что Земля-то большая, а Луна маленькая. А вот наоборот, чтобы Луна попала точно между нами и Солнцем и загородила собой Солнце, это происходит достаточно редко. И вот это одно из редких событий, которого все ожидают, и многие специально едут посмотреть. Будет очень большое событие здесь в Соединенных Штатах. И чтобы Всевышний все знаки превратил нам, да, миотота шамаем лот и хату, как говорит пророк, не бойтесь знаков небесных, Всевышний, чтобы все нам сделал в хорошую сторону, чтобы всем было хорошо, чтобы Америка поддерживала еврейский народ, поддерживала Израиль, чтобы весь еврейский народ сделал шугу, чтобы все мы заслужили поскорее полного избавления. Урок посвящался Рифу Шлему Расахабу Холнимшир, Гадаса Батагула Вейхоли Сраиль.